Приветствую много уважаемых, но и любимых подписчиков канала, гостей канала, да и просто осознанных или желающих прийти к осознанию людей. Приглашаю всех на мой шестидневный курс экзогипноза, который пройдет с 4 по 9 апреля. На курсе я обучу вас разного вида техник погружения в измененное состояние сознания, как научиться погружать человека в это состояние, как получать информацию с тонкого плана, с информационным пространством. Также у нас будет очень много практики. Сам по себе не теоретик, а больше практик. И я не люблю, скажем, лить много воды. Все, что я буду вам рассказывать, все, что мы будем изучать, мы будем сразу же практиковать. Курс рассчитан как и на начинающих, так и на практиков, на полупрофессионалов, на экстрасенсов, те, кто чувствует тонкий планк, те, кто в своей жизни занимались подобными, скажем, мистическими разными практиками, те, кто хочет расширить свою базу знаний о частотах, о классификациях, о методах очищения от любого вида магии, любого вида порч, как называют их, лярв, низкочастотных простых энергопаразитов без интеллекта, от демонов, чертей, бесов, исходя из христианской призмы видения. И все, что связано со всеми низкочастотными энергиями, которые они дают нам спокойно жить в гармонии, в осознании себя единства. Почему они нам не дают спокойно жить? Почему они являются все нашими темными учителями? Об этом мы тоже будем разговаривать и выяснять на курсе, для чего они нам нужны. Почему мы сонастраиваемся с ними, вкладываем их в наш сценарий жизни? Почему мы встречаемся с этими представителями? Почему первую часть жизни у нас происходят в самые тяжелые времена, когда мы в детстве, скажем, проходим осознание этого мира через самую тьму? А что нам это дает? Для чего мы сами запрограммировали сценарий своей жизни так, чтобы встретиться с этими представителями, которые создают нам те или иные условия, для того, чтобы мы вставали и начинали развиваться, начинали задавать какие-то вопросы, чему-то обучаться, не сидеть на месте, пытаться выйти из этого литургического сна, которое создает нам эта матрица. Итак, вкратце расскажу вам про шестидневный курс экзогипноза, полный базовый курс, который включает в себя и теорию, и практику. В ходе курса будет выявлена ваша предрасположенность к работе гипнолога либо слипера. Будут освещены на практике, и на практике показаны самые востребованные в настоящее время техники работы в трансовых состояниях, измененных состояниях сознания, такие как различные виды техник при погружении, их различия преимущества при решении тех или иных задач. Техники безопасности работы в гипнозе, в астральном гипнопространстве, снятие информации с хроник Акаши, с планетарного плана, регресс в гипнозе, техники работы с ним, прошлое воплощение, общение с союзниками прошлого воплощения, раскрытие тех или иных информации, той или иной памяти, которая обладала ваше прошлое воплощение, а также просмотр тех или иных программ, тех или иных кармических узлов, которые, возможно или нет, перешли с тех или иных воплощений, а также просмотра фантомных травм и проработка снятия фантомных травм через регресс. Также мы с вами получимся выходить на контакт с нашей высшей сутью, именно с тем духом, которое переходит из воплощения в воплощение, выбирая те или иные подсознания, те или иные характеры, профили, сценарии жизни, то или иное тело. Ведь наше подсознание, наше тело, оно останется на нашей планете. Только дух перемещается из одного воплощения в другое. Поэтому именно взаимодействие с ним и проработка общения с нашим духом даст нам ответы на многие вопросы, для чего и почему происходили те или иные сценарии, были запущены те или иные маятники в нашей жизни. Также мы проработаем техники работы с различными видами эгрегоров, цели и техники работы в нейтральной зоне, общие вопросы диагностики и очистки биополя человека. Пройдем с вами классификацию паразитирующих сущностей тонкого плана. Начнем с классификации иерархии представителей нижних темных миров. Далее переключимся на представителей бесплодных, неупокоенных душ. Почему они находятся в нашем пространстве, и как они взаимодействуют с представителями магической частоты, как они негативно влияют на наше здоровье, как они могут к нам подключиться. Почему мы видим представителей неупокоенных душ. Дальше переключимся на классификацию магических воздействий, основы магии, гипномагии, ментальной магии, виды и отличия школы, определение магического воздействия при диагностике биополя человека, особенности работы с мастерами магии на тонком плане. Поговорим также по представителям космических цивилизаций, виды, уровни, подтипы, характеры, как с ними взаимодействовать и как очищать тонкие тела от тех или иных представителей космических паразитарных цивилизаций. Поговорим с вами также о простых энергопаразитах и о всех других видах, которые вы можете встретить при погружении в измененное состояние сознания или при работе в гипнозе или экзогипнозе, да и в любом виде практики с тонким планом. Также мы с вами пройдем практические техники диагностики и очистки биополя человека в гипнопространстве, способы поиска и определения наилучшего слипера, категории слиперов, их различия, почему каждый слипер говорит исходя из призмы своего видения, почему информация немножко, скажем, разнится между слиперами. Теория и практика раскачки слипера для работы в трансе с целью максимального достоверного снятия информации. Будем проходить создание личной комнаты в диагностике в гипнопространстве, установка защит, техники поиска идентификаналов, скажем, которые вытягивают ту или иную энергию. Будем проходить с вами экспресс-диагностики на чужеродную низковибрационную энергию в биополе человека, глубокую диагностику, чистку на наличие чужеродных интерференций в биополе человека, методы диагностики, разбор ошибок при снятии интерференций через показ различных способов, виды энергоимплантов и их программы, обзор негативных влияний имплантов на биополе человека, на его жизнь, на судьбу, практические методы отчистки от магического воздействия и нарушения магических программ, нарушения биополя человека и программы общей для развития души человека. Методы нахождения заказчика магического воздействия. Очень легко найти образ того, кто навел на вас магию. Общение с фантомом заказчика магии, выявление причин воздействия на вас и удаление этих причин на эмоциональном уровне через эмоции, привязки по эмоциям. Это жадность, либо ревность, либо еще какие-то другие негативные эмоции, которые вызывают человека на поступки совершения магических программ или магических воздействий через мастеров или других представителей этого эгрегора. Далее мы обсудим многие техники очищения после проведения глубокого анализа, так как на всех сеансах в первую очередь важен анализ перед очищением от тех или иных негативных энергий, так как без анализа не будет понятен смысл всех этих взаимодействий, не будет выявлен, скажем, опыт и возможны некие рецидивы. Далее мы с вами будем изучать космические энергии, энергию жива, научимся заряжаться этими энергиями, поднимать в себе вибрации до высокого уровня. После перейдем к источнику, перенесемся к своему источнику, пообщаемся с высшей сутью, получим ответы на многие вопросы, исходя из тех программ и сценариев, которые она прописала нам для прохождения того или иного опыта. После общения в источнике и зарядки энергии мы закрепим этот результат. Каждый из вас пройдет практику в виде гипнолога в сессии 2-3-4 часа. С вами будет погружаться профессиональный слипер-центр, а также вам будет помогать профессиональный гипнолог-центр. И также вы пройдете сессию в виде клиента. То есть на этом же обучении вы пойдете полный прямой сеанс очистки. Здесь вы получите знания и также сможете почиститься с помощью вашего коллеги, которую будет сопровождать также профессиональный гипнолог-центр. И профессиональный слипер-центр будет вам помогать в погружении и прохождении вашего сеанса. После обучения вас ждет большой бонус, дополнительная возможность безоплатной практики совместно с центром гипноза. Для этого мы создали площадки, где находится большая часть наших учеников, которые помогают новым пришедшим ребятам, желающим понять эту специальность, пройти практику в более легком режиме. Так у нас создан чат круглосуточный, на котором мы всегда оказываем поддержку, отвечаем на те или иные вопросы, когда вы будете практиковать сеансы экзегипноза. Поэтому одни вы после курса не останетесь. Вы будете всегда с нами по вашему желанию, если вы хотите, в любой момент вы можете, получив те или иные знания, уже пойти своим путем. Либо вы можете воспользоваться площадками центра гипноза для получения информационной поддержки в тех или иных сеансах. Поэтому это дополнительный бонус для всех учеников, которые будут проходить курс, чтобы вам было удобнее взаимодействовать с друг другом и также получать поддержку через скайп. Бывали моменты, когда и старшие ученики заходили прямо в сеанс, когда младшие ученики там, ну скажем, не могли понять тот или иной момент, то обращались через чат. И сразу же в скайп заходили старшие ученики и помогали ребятам корректировать на тот или иной сеанс, ту или иную работу. Вот приблизительно небольшая часть того, что я хотел вам рассказать касаемо курса экзогипноза, который пройдет с 4 по 9 апреля. Дополнительные вопросы вы можете задать мне по номеру WhatsApp плюс 7903-555-8881. Также узнать о плане курса, какие-то дополнительные моменты. С удовольствием вас проконсультируем. Буду рад видеть всех на своем курсе экзогипноза с 4 по 9 апреля. Всем высоких вибраций и чистого биополя. Всего хорошего и до встречи. Я прям к этому опыту шла долго. Я, ну мы все очень разные, да, и у каждого своя судьба, своя жизнь. И все сюда пришли в определенный свой жизненный момент. Когда я смотрела ваши ролики, и Наталья для меня была чем-то таким вообще невероятным, я так хотела ее обнять, так хотела с ней пообщаться, но, к сожалению, сложилось только вот сейчас, и то в маленьком окошечке. И я понимаю, что каждый из нас пришел на эту землю с определенной миссией. И тот опыт из прошлых воплощений, который мы перенесли в это, ну Тимур облагородил. И я думаю, что все это только начинается. Я встретилась со своим родом, и мне передали силу быть хранителем рода. Это ну прям, ой-ой-ой, там такие эмоции были, там такая сила, вах. И еще самое интересное, что я по жизни на коне, да, и там мое я выше тоже на коне, на Пегасе. Вот я полтора года была в такой стагнации, а теперь просто как энергайзер, я не знаю, это комета какая-то. Запомни это ощущение, запомни, запомни это ощущение, это твое настоящее ощущение, это твое очищенное ощущение без интерференции, это твоя настоящая вибрация, и никогда не позволяя никому тебя с этого ощущения сбить какой-либо информацией, либо каким-либо действием. Ой, как об стенку горох, вот вообще. Благодарю тебя, Татьяна. Во-первых, я очень благодарна на самом деле, знаете, маме, папе, вселенной, да, что я вообще на самом деле дошла сюда, что я очень рада, что я нашла вас всех. Знаете, это как вот у меня очень часто крутилась эта фраза с Алисой, да, когда-нибудь ты поймешь, для чего все было нужно, когда все сложится в одно единое кружево. И вот вы какие-то частички в этом кружеве, я и вас нашла, и я очень рада этому. У меня аж прям мурашит. Честно сказать, я немножко потеряшка, да, и вот сейчас это немного такие необычные ощущения, когда я только начинаю чувствовать себя. Я очень благодарна за то, что вы мне открыли глаза, открыли какое-то вот внутреннее такое. Я только прикасаться начинаю к себе, я немножко не понимаю. Это необычное состояние, необычное такое чувство. Но я вот тебе, Тимур, очень благодарна, во-первых, за твой стержень, за то, что ты действительно идти вперед, да, не надо. Вот мне очень нужно научиться этому качеству. Я смотрю и умиляюсь вот у тебя, у Натальи, да, когда нужно откинуть вот это вот все лишнее. Может быть, мне когда-то это давало способность найти этот путь, но сейчас я уже на нем. Вот, и ты как реаниматор, знаешь, когда вот это вот твое ток, и вот раз, и я как будто бы вдруг ты меня вернул к жизни, да, у меня после нашей, ну, моей работы. Это ощущения такие, когда глаза вдруг кто-то протер, да, уши у меня начали освобождаться, я только начинаю что-то слышать, потому что вот этот вакуум, в котором я жила очень долгое время, как будто мне было все залеплено, да. И вот эти вот мурашки, они очень странно их ощущать. Моя чувствительность, наверное, только начинает возвращаться. Вот, и на самом деле после чистки мне стало легко. То есть какая-то легкость в теле, легкость в голове, и я стала понимать. И я очень благодарна тебе за это, потому что если бы была возможность мне выбирать, я бы на самом деле спряталась. Как я это, видно, делаю, мне страшно, и я в самом конце бы только, наверное, попыталась. Я сейчас чувствую, я начинаю, и вижу все по-другому. И я понимаю эту легкость. Наверное, информация бы больше захотела. Но это опыт, и мне это понравилось. Очень удивительный опыт, когда ты говоришь в моей голове, и когда я была гипнологом. Это было очень тревожно для меня. Я очень, мне сложно выступать на публику, да, у меня распорваются глаза, дрожит голос. И я думала, что я буду делать, что я буду делать. Но когда ты сидишь в моей голове, я поняла, что всё. Я поняла, что такое, когда людям действительно интерференты говорят голосами в голове, и они с этим живут. Действительно, получается, ты в каких-то рамках. Ты смотришь на мир и делаешь то, что, грубо говоря, тебе подсказывает. Это дало мне возможность. Возможность честно с тобой немножко почувствовать собственную уверенность, с тобой в голове. И я только так поняла, что я могу что-то вести. Сама по себе я, наверное, бы никогда не кинулась попробовать гипнологом, да, потому что ты мне смог побороть вот этот вот страх. Я очень благодарна вам за это открытие во мне, потому что я всегда боялась говорить. Наверное, слишком часто рот закрывали. И даже вот ты сейчас говоришь, и после сеанса, да, когда девчата начали мне говорить, это, знаете, какое-то такое, да не может быть, я не верю в это. И даже сейчас вот у меня трусятся руки, как бы, да, у меня всё дрожит внутри. Я пытаюсь это принимать, потому что я не знала про себя это. Это моё открытие личное здесь. Я всегда, наоборот, убегала от этого. Я хотела бы продолжить ещё. Я понимаю, мой путь только начинается. И почему я говорю, что я хотела бы ещё раз пройти курс? Я хотела бы ещё больше немножко практики, да, попробовать остаться в нашей группе прям и вот так в общем поле, с многими немножечко попрактиковать. У меня появились на самом деле ещё новые вопросы. И на самом деле они интересны, ну, лично для меня, да. И я вижу теперь даже в ближайшее время свой путь, потому что вот этот мой почемучка, ему очень хочется много попробовать, знаете, потому что этот поиск ответов, он на самом деле очень движущая тема, ну, такая вот штука, по крайней мере, для меня. Я бы очень хотела попасть к Алене, потому что я хочу больше после чистки, да, пощупать вот это вот слиперство и больше его развить. Я хочу просто это видеть, ну, потому что, когда сидишь, видимо, в каком-то вакууме, да, с затёртыми какими-то восприятиями всего, когда глаза раскрываются, хочется прозреть больше. Я всем благодарна, вот, каждому, каждому человечку, который сейчас на самом деле вот в моём пространстве. Вы все так смотрите. Я бы вас всех обняла, поцеловала. Спасибо, Тимур, тебе и всем, кто участвовал из вас вообще вот за новую жизнь в этой жизни. Я не знаю, как это сказать по-другому. После вчерашнего сеанса у меня пустота в голове, я выспалась без мыслей. Вообще это непривычно для меня. Чувство такое. Я как убитая спала. Прекрасно себя чувствую. Классно, что мы остаёмся вместе. Очень счастливо. Ну и вот очень благодарна тебе, Тимур, за вот этот вот твой огромнейший проект. Чувствую себя прекрасно. Всех приветствую. Я человек такой, как говорится, мало говорить, но много делать. И действительно в моей жизни так оно и есть. И когда я попала на учёбу к Тимуру, я думала, ах, эта теория будет меня просто загружать. Во-первых, у меня очень было много незнакомых слов. Я только вот во время курса начала понимать, что это такое, обозначение этих слов. Это действительно тяжело, когда ты говоришь на нескольких языках, да ещё ты живёшь далеко от языка, на котором ты вырос. Сеансы прошли. Кстати, у меня первый сеанс был у Сергея и у Елены. Благодарю их, что они действительно со мной хорошо проработали. За счёт них я очистилась. И, возможно, второй сеанс очистки прошёлся удачным. То есть у меня не так загружался. Но я извиняюсь за то, что я там говорила, может быть, терилась или это плохие слова в армии сеанса. Это не я была. Но я знаю, что у меня горло болит. По поводу, как я себя чувствовала после сеанса. У меня просто галереи руки. Я хотела кого-то, вот что-то, чего-то. Прямо хотелось руками что-то делать. Я, кажется, один-единственный человек, который не воин с кинжалом. Моё оружие – это руки. Я целитель оказалась. Я даже этим как-то горжусь. И даже Сергей и Елена мне это подсказали, что я должна это пройти, обязательно курс, и осознать, кто я. Я действительно, у меня что-то открылось. Я никакие курсы не проходила, никакие… Я проходила эту курс – вязание, вышивание. Если мне сказали бы, крючком возьми этот крючок, номерами провяжи, я вот это всё. А вот это всё, у меня было всё новое. Психологические термины были всё новые. В то, как смогла, я так старалась всё это понять. Я думаю, что я буду хорошей ученицей. И надеюсь, что мой талант, который вы открыли, будет полезен. Ну, я как-то спокойна. У меня какой-то баланс появился. То есть я не была такая возбуждённая, и я была в полном покое, спокойно всё. Вот это меня удивило, потому что я человек такой восточный, огненный, то есть я активный. И где-то крикну, где-то что-то там ещё скажу. У меня уже в семье вот так вот на меня смотрят. Когда я что-нибудь скажу, у меня голос вот как сказал. А в этот раз просто мой муж так посмотрел. Ну, наверное, я перегрузилась или что-то я устала. Всё, ну, а это я в теле действительно чувствовала баланс. Благодарю тебя. Давайте поаплодируем. Хотела начать с благодарности Павла и Натальи, Лене и Искана. На самом деле мой путь начался с них. Вы даже не представляете, как я вас вообще рада слышать. Я даже не работала с вами, но мне дико было приятно, что вы сейчас даже здесь, и ваш голос для меня, он очень близкий, потому что именно вы протянули руку тогда, когда мне было нужно, и нужно было тогда моей семье. Это действительно было до слёз, потому что ваши сеансы развернули всю мою семью и мою жизнь на 360 градусов. По фото, которое они давали? По фото. Это была чистка дома и чистка моей семьи. И тогда, когда я слушала ваш сеанс, я даже не представляла, как вы это делаете. Настолько ваш профессионализм высокий, я даже не понимала, как вы видите людей, которые вы никогда в жизни не видели, как вы видите эту связь, как вы это вообще убираете удалённо. И у меня было такое внутреннее восхищение и удовлетворение, и любовь к вам. Я каждый день просто отправляла и молилась за вас, чтобы у вас было всегда хорошо. Но я понимала, когда я чистилась я, у меня не происходили те изменения, которые хотелось бы происходить. И мне было сложно с этим. Я тогда понимала, что я должна что-то сделать, значит, что-то другое. Но я вообще не должна была в этой группе быть, потому что по финансовой части я вообще должна была в марте. Но когда я легла спать, во сне пришёл Тимур, ты. И ты сказал, иди, иди, иди. И просто я собиралась, в три часа утра нашла этот ноутбук, поставила, и сказала, ну, наконец-то я это сделала. И когда ты начал вот это вести обучение, и я понимала, что всё, что ты говоришь, для меня это близко, потому что моим опытом это было пройдено. Я слушала ваши каналы, да, я их тоже вижу, значит, это действительно так, это не моя иллюзия, потому что было очень сложно кому-то это что-то сказать. Были мои близкие, мама, папа, которые хотя бы, они не говорили, что ты не сумасшедший, они говорили, Али, нормально, нужно время. И только так я вот пришла сюда, именно в эту группу, и я поняла, почему я сейчас здесь. Вот я именно сейчас поняла, когда я лежала в гипноз, ну, зашла в гипноз, я понимала, что я гипнабельна, но мне оказалось, в этом курсе всего лишь было два слова. Тимур, это ты сказал. Ты можешь всё. Всё. И я расслабилась. И я поняла, мне не хватало этих двух слов. Ты можешь всё. И когда вчера, тоже самая ситуация, какой-то там штука, которая к нам прилетела, ну, пришла моя голова, которая мешала мне вести гипноз, ну, вот, да, в виде гипнолога, у меня отключались наушники, у меня голову начиналось что-то давить. Я думаю, так, что-то такое не происходит, он всё даёт о себе как бы дать знать. И ты опять своим голосом говоришь, ты можешь всё. Всё, закрывается наш курс, я сажусь, убираю просто за одну секунду эту штуку как раз за головой, закрываю, заходит моя подруга, что-то начинает говорить, и я закрываю глаза, я вижу всю её жизнь просто очень быстро, я вижу все этих интерферентов, все её договоры, она всё подтверждает. Я просто сижу, думаю, как это вообще? Да? И безблагодаря Лону, которая открыла мой потенциал, именно, вот благодаря вот этого сеанса, Али с Аленой просто, у меня просто это вот, знаешь, как расширение пошло, оказалось мне, осталось чуть-чуть познать чуть-чуть и поверить в себя, вот этого мне не хватало. Тимур, благодарна тебе и твоему голосу, потому что твой голос, он настолько уверенный, такой вот мужественный, который, в принципе, наверное, не хватало мне, и я этими семи днями питалась, 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 что действительно я могу всё, вот всё. Я прям очень вам всем благодарна. Я, во-первых, благодарю вам пространство и свой род, который привел меня к вам, так скажем, потому что меня и вели, я долго блуждала окольными путями, и вот я, наконец, пришла туда, где я должна была быть изначально. И, естественно, всей вашей команде прекрасной, высокопрофессиональным людям, всех, я прямо хочу по именам всех назвать. Тимур, спасибо за это объединение людей, вообще за это, за этот центр, за создание этого центра. Наталью, Алену, Елену, Сергею, да, за вот эту открытость, за поддержку постоянно, за внимательное отношение к каждому ученику. Это очень постоянно правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова